Здравствуйте, друзья! Данное видео посвящено работе в программе Learning Apps. Напоминаю, что Learning Apps – это не только программа, сервис по созданию интерактивного видео. Данный сервис вы можете использовать для создания огромного количества упражнений, в том числе упражнений, которые вы будете инсталлировать в ваше интерактивное видео. Итак, мы регистрируемся. Вход. Стандартная процедура. Логин, пароль. Заходим. Вы можете сохранить этот пароль и логин и не вводить его каждый раз. Итак, мои приложения, мои классы. У меня здесь достаточно классов, достаточно приложений. Работаю в этой программе уже несколько лет. Новые упражнения. Вот посмотрите, пожалуйста, какой огромный арсенал, как я уже сказала, упражнений, которые вы можете создать. Вот это блок различных упражнений, тестов, квизов, хронологическая линейка, простой порядок. Заполнить пропуски. Не каждый сервис по созданию тестов может похвастаться таким разнообразием. Пользуйтесь, пожалуйста, этим. И вот во втором блоке заданий находится как раз аудио-видео-контент. Нажимаем сюда. Здесь пример 1, предмер 2, предмер 3. Это, собственно, примеры видео, созданных преподавателями разными. Вы можете их посмотреть, а затем создать новое приложение. Вы должны здесь, конечно, заполнить название. Ну, допустим, тест, постановка задачи. Я бы вам рекомендовала очень тщательно продумать то, что вы будете печатать здесь, чтобы не запутать ваших учеников. Наверняка, я даже уверена, что это интерактивное видео будет первое их интерактивное задание, именно видео, в виде интерактивного видео. Поэтому пропишите пошаговый алгоритм, что им необходимо сделать. Затем вы можете выбрать аудио или видео. Мы выбираем видео. И у нас три варианта. Используй библиотеку YouTube. Начать запись непосредственно сейчас. Но у меня есть заранее адрес моего видео, который я хочу использовать. Так, используйте. Это видео по английским временам, обзорная лекция, которую я тоже записала сама. Это скринкаст. И перед вами два экрана. На первом экране вы видите видео в оригинале, во втором, на втором экране вы видите отрывок. То есть, если видео длинное, а, конечно, продолжительность видео обучающего желательно 3-5 минут, но, например, это видео у меня 5 минут 28 секунд, что вполне себе нормально. Если я вдруг решу обрезать это видео и использовать какой-то кусок видео, допустим, вы берете чужое видео или вашу длинную какую-то лекцию, хотите сфокусировать внимание на конкретном кусочке, то вы можете выбрать какое-то место. Ну, включаете вы и, допустим, вот здесь я останавливаю. И давайте вот здесь будет до актуального места. Все. Я обрезала видео, и вот здесь уже возникло то, что я бы хотела, чтобы видели мои слушатели. То есть 4 минуты 48 секунд вместо 5. Еще раз повторяю, я поставила вот, да, флажок на том моменте, который мне необходим, и до этого места видео обрезала. Смотрите, что получилось. Пожалуйста. Я выбираю этот отрывок. И дальше. Будет очень удобно мне смотреть теперь этот отрывочек. Например, вот на этом этапе я просматриваю здесь видео и выбираю, на каком же этапе я хотела бы вставить в это видео задание. Я смотрю, что это 0.46. Время начала 0.46. Собственно, я могу сделать некую вставку. Я могу какой-то текст сюда вставить. Сейчас, секунду. Какой-то текст. Или я могу выбрать вставку в самом сервисе Learning Apps, в котором мы сейчас находимся. Выбрать приложение или упражнение. Но у меня здесь достаточно много упражнений по временам, как раз к этому видео. Ну, допустим, я выбираю вот это задание. Так, еще раз давайте. Вот это задание выбираем. Добавить следующий элемент. Так, сейчас вот так мы сделаем. Добавить следующий элемент. Для этого можно опять включить вот здесь видео, посмотреть, какой отрывочек вас интересует. Мне важен вот этот момент. Это 2 минуты 9 секунд. Вот мы здесь видим. Возвращаемся. 2 минуты 9 секунд. 2.09. Выбираем тест. Я, как я уже сказала, здесь огромный арсенал тестов. И, конечно, необходима предварительная работа по просмотру видео. Вы можете сразу отмечать те минуты, на которых вы хотели бы вставить новую информацию, какой-то тест. И, конечно, заранее возможно создать эти тесты в программе Learning Apps. И очень удобно будет затем их прикреплять. Ну, допустим, времена группы Simple. Допустим, я выбираю вот это. Идем. Добавить следующий элемент. Ну, пусть это будет 3 минуты. Сейчас я показываю вам, как это работает. И не принципиально пока количество минут. Выбрать приложение. Вот то, что я уже выбрала, есть. И, допустим, я выбираю времена группы Continuous. Все. Ну, достаточно для тестового варианта. Вот что у нас получилось. Идет видео. Как только появляется маячок, вот, например, один видео прекращается, и запустить задание. Задание запускается. То есть моя задача, я уже заранее создала это задание, распределить блоки предложения по группам, по группам времен. И, как вы видите, для школьников это вполне интересный интерфейс. Такой красочный достаточно. Вы можете вновь настроить, вернуться, собственно, и продолжить работу над этим видео. Но тут же, кстати, можно будет проверить это же задание, нажав на галочку. Ваши ученики смогут увидеть, что было правильно, что нет. А мы нажимаем сохранить приложение. Сохраняем. Твое упражнение было успешно сохранено. Теперь ты можешь найти его у себя в сохраненном варианте, если необходимо, снова исправить или дополнить. Ты можешь твое упражнение внести в свой блог или дать просто на него ссылку. Если есть желание, это можно опубликовать в каталоге. То есть здесь несколько вариантов. Адрес в интернете, адрес в полной картинке и код. И если вы хотите привязать к кодом на ваш сайт вставить, чтобы это было действительно картинкой прикреплено, то вы можете использовать код. или если вы используете iBooks OS, если вы создаете электронные книги, то тоже подходит. Если же что-то не так, и вы хотите исправить, то вы можете переработать упражнение, и оно вновь возникнет, и вы сможете сюда добавить какие-то задания или изменить что-то. Потом опять сохранить его. Вы можете опубликовать приложение, или сделать его личным, или даже его сохранить в каталоге. Вот эти маячки 1, 2, на самом деле, это и есть те моменты, во время которых возникают задания для ваших студентов. Вот, допустим, второе. Запустить задание. Что мы здесь? Здесь необходимо выполнить тест и вставить какие-то глаголы. Допустим, да, но вы также выполняете это задание. Сейчас я не буду читать ответы, просто наугад поставлю. Также могут студенты просмотреть. И вот поэтому очень важно сделать видео-гид, возможно, даже изначально, показав, какие есть варианты заданий, как их надо выполнять. Я имею в виду для ваших слушателей. Опубликовать приложение. Ну вот, собственно, выбираете раздел под категорию, ярлыки, выбрать школьную ступень. Это тоже можно сделать, а можно не делать. Что, собственно, если мы скопируем адрес в интернете, то, послав этот адрес нашим слушателям, вот что у нас будет. То есть, если вы пошлете адрес в интернете, то вы пошлете вот само это задание. Но если вы пошлете адрес с полной картинкой, то вы пошлете непосредственно уже задание, потому что вот первый вариант – это, посмотрите, обратите внимание, и это очень важно, в первом варианте – это ваш личный кабинет. То есть адрес в интернете – это адрес вашего задания. Откроется ваш кабинет, и вы сможете над ним работать. А вот в полной картинке – это и есть то, что вы должны послать вашим студентам. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста, третье задание. Можно проверить, запустить задание. Тоже задание сделано в Learning Apps. Точно так же ваши студенты проверяют его. Итак, я напоминаю, что вы посылаете адрес полной картинки, но рекомендую вам все-таки проверить эту ссылку, чтобы действительно открывался вариант для студентов, для учеников, а не ваш. Но привязать, уже сказала, это кодом вы прикрепляете к своему сайту. Или, допустим, если вы работаете на образовательной платформе, на которой вы можете прикрепить код. Это, допустим, или Эдими. Там вы можете прикрепить кодом видео, или в Moodle, допустим, и это будет выглядеть вот картинка именно. А данной ссылкой вы можете прикрепить и в соцсетях, и послать по электронной почте. Ну, все как обычно. Надеюсь, что это видео было полезным. И, опять же, повторяю, перед тем, как работать, уже непосредственно вот в этом, создавать это задание, пожалуйста, заранее продумайте тесты и тот материал, который вы будете, те элементы, которые вы будете вставлять в видеооснову. Ну, и если это видео вам понравилось, вы можете создать подобное приложение, вы можете взять то же самое видео, допустим, и создать новые виды заданий на этом же видео, например, там, итоговые задания, создать новое пустое приложение по этому шаблону, ну, или показать другие приложения, но, в общем-то, вы можете каждый раз приходить в новые упражнения и идти вот сюда, аудио-видео-контент, и создавать такие видео. Спасибо за внимание и приступайте к созданию своего интерактивного видео в программе Learning Apps и успехов вам!